Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня вместе с вами обсудим некоторые вопросы. Мы обсудим вопросы, касающиеся физики, математики, возможно, химии, космологии, космографии и так далее. Эти вопросы мы будем обсуждать с Катющиком Виктором Григорьевичем. Мне попалась совершенно случайно на глаза статья Катющика Виктора Григорьевича по названию «Мировоззрение образованной дуры». Эта статья сейчас будет нами именно обсуждаться. Мы по просьбе Виктора Григорьевича уйдем от эмоционального анализа, что значит дура, как с ней быть, как с ней бороться и так далее. Мы с вами рассмотрим практические вопросы, научные вопросы, технические вопросы. Итак, вопрос, один из вопросов, который возникает у меня, это первый вопрос. Виктор Григорьевич пишет следующее. Дура верит в отрицательный скаляр, но не знает, что это такое. Я, прежде чем сказать об отрицательном скаляре, должен буду задать вопрос следующий. Я прошу кратко ответить. То есть, отрицательные скалярные величины не могут быть вообще или не могут быть в физике? Думаете в виду отрицательные скалярные величины в математике? Мы сейчас, на данный момент, я буду говорить о физике. Мы будем говорить о физике сначала. Физике. Но отрицательных скалярных величин, их в принципе, в физике нет, в природе нет. В природе нет отрицательных скалярных величин. В математике скалярные отрицательные величины, они тоже не могут в рамках научного метода существовать. Но мы в рамках системы образования видим применение. Как быть со следующей вещью тогда? Сейчас я просил бы на экран, на доску. Итак, мы с вами пройдемся по поводу отрицательного скаляра, который, вы говорили, быть не может. Первое. Цельсий, ученый, сделал следующую шкалу. Шкала Цельсия, которая применяется как в физике, так и в технике, она исходит из чего? Шкала сосредоточена следующим образом. Опять я говорю, это шкала условно взятых... Не видно, вообще не видно. Ничего страшного. Это шкала условно взятых величин. Это шкала условно взятых величин, где Цельсий за ноль принял состояние перехода из одного агрегатного состояния воды в другое, то есть жидкого состояния воды в твердое состояние воды. Соответственно, за 100 градусов Цельсия, 100 градусов Цельсия, была принята точка кипения при нормальном атмосферном давлении. Соответственно, шкала была разделена на следующие 100 делений. Соответственно, так как на Земле бывает существенно холоднее, чем точка перехода агрегатного состояния воды жидкая в твердое, соответственно, тот же самый даже Цельсий, чтобы взять и проработать дальше измерения температуры, он сделал опять, я говорю, это условное значение опять. Мы не говорим, что какой-то за этим стоит физический термодинамический процесс, который говорит, что отрицательная энергия молекул, этого нет, отрицательной энергии молекул не бывает, не может сейчас. Но он расположен, соответственно, в отрицательную сторону понижения температуры. Опять, мы с вами говорим, это условная величина. Точно так же, как, скажем, если разобраться, шкала Кельвина, это тоже условная привязка, почему? Но она бывает только положительная, вы знаете, от нуля градусов Кельвина, соответственно, идет только в положительную сторону. Но она в бытовой форме просто неудобна. Точно так же формируется, есть еще более неудобные шкалы, это шкала Реомира, шкала Фаренгейта. Но опять, это условные отметки температурного процесса. Условно. Вот вы прочитали в справочнике, что температура – это величина, да? Стоп, опять. Вот теперь давайте таким образом. Вот с точки зрения, опять, мы с вами сможем только прийти к единому мнению. Температура чего? Я уже сказал, что сама шкала взята условно, и сама шкала не отражает как такового расчета термодинамического процесса. Если мы возьмем расчет термодинамического процесса, то башка Ре Цельсия его сделать невозможно. Замечательно. И вот теперь обобщим всю эту мысль про шкалу Кемерман, про шкалу Цельсия и скажем, краткий тезис. Скалерная отрицательная величина существует, да? Комплексно. Ей удобно пользоваться. Это условная величина. Минус 10 градусов Цельсия, минус 15 градусов Цельсия. А почему тогда тот, кто верит, что у нас есть эта шкала, его надо называть дурой? Давайте мы на часть маленькую купим пункт первый. Условность шкалы вы осознаете? Вы осознаете, что она не привязана как к таковому, из нее не исчислить термодинамический процесс нельзя? Мы все некоторые вещи осознаем одинаково. Я предлагаю поговорить о том, что мы не одинаково осознаем. Пожалуйста. Вы назвали эту нижнюю часть скалы отрицательной, да? И минус, минус 1. Это не я назвал, она назвала Цельсия. Ну, слушай, я тут она назвал, мы ее воспринимаем. Если бы Цельсий внизу нарисовал гаечку, вы бы сказали, что существуют гаечные величины? Вот теперь мне надо было бы в начале нашей беседы с вами обратить, я вас прошу, исходя из прошлой беседы, так, мы не будем переводить в гайки, болты, арбузы, винты. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Давайте по процессу. Давайте по процессу. В переводе не существует отрицательных направлений. Вы согласны с этим? А при чем тут отрицательные направления? Вы взяли ленивную величину, поставили на нее точку. Стоп, стоп. Мы сейчас сказали, скаляр. Скаляр. Направление, направление... Вы говорите, о понятии или о величине? Вот здесь у вас написано, отрицательный скаляр. У скаляра только величина, а он и направление. Да, а вы говорили вот здесь вот в тексте, о понятии скаляр. Вот понятие скаляр. Чистая величина. Вот я забыл про понятие скаляр. Говорим о величине. Скалярной величине. Если мы говорим в рамках научного метода, раз у нас есть скалярная величина, так и говорим о скалярной величине. Понятие это область философии. Один человек определил понятие таким образом, другой. В следующем мы говорим об отрицательной скалярной величине. Теперь чем у нас скалярная величина отличается просто от величины? Величина бывает скалярная и бывает векторная. Хорошо. Вот здесь скалярная величина, не имеющая направления. Не имеющая направления. Скалярность вы, в качестве примера, вы привели пример со шкалой шкал. Вот у нас есть точка и есть отрицательный раздел. Субъективный. Субъективный. Он не является фактически отрицательным. Он не является. Это чисто. Мы так условились. То есть вы не привели пример отрицательного скаляра. О чем речь? Почему я не привел пример отрицательного? Вы сказали это условность. Это условность. Вы не привели пример отрицательного скаляра. Количество на скалярной величины. Вот это и есть. скаляр в природе реально скаляров как таковых нет чисел если уж на то пошли вот это то что мы в своем головном мозге отображает вот и моя сути дела тогда приняли условное значение отрицательно я могу сказать что вместо если бы вместо цельсия был бренд мы бы верили бронда ну так вот минус это субъективная конструкция отношения величины то есть если вы слышали я оговорил следующее что между двумя отрицательными значениями температуры взять минус 10 градусов то мы не рассматривать термодинамический процесс а мы рассматриваем просто для удобства отмена состояния сады я это все понимаю прекрасно вот то что вы мне пытаетесь начну тогда не может быть отрицательного скаляра и классический вариант стоп стоп я прошу сосредоточиться вы говорите вы протестовываете существование отрицательного скаляра скалярной величины и не приводите принятие скалярная величина нет во первых скажем это конечно скалярные величины они бывают только субъективные давай я даже могу сказать так даже векторные величины бывают только субъективными замечательно замечательно вот давайте все таки мы не будем друг друга перебивать посмотрим на начальник первое температура формена написано в некоторых обучениях как величина это не является температура не является физической величиной вот так это сравнительная характеристика теплового состояния то есть есть учебник там можно почему не является величиной говорится таким образом справочники температура обозначает условную степень нагретости вы сравниваете мы сравним со шкалой вот литр это величина метр величина антон подходи занимает физических величин целая масса которых мы не можем куда-то молитва но они не перестают быть от этого величинами физически понимаете есть люди которые не разделяют сравнительную характеристику и физическую величину например температура температура вот теперь смотрите опять любая физическая величина она может быть как итогом сравнения чего-то с чем-то может быть а почему вы тогда характеристика вот реально мы на самом деле здесь откуда взялась вот эта вот шкала был спирт налит потом стал артут по факту нулем отображаться место положения тут на в общем у нас есть объект сравнения подъем и подъем и штуки тогда того что поднялась у нас природе не добавилось ничего у нас просто материя перешла из одного состояния другое величина только сравнение тогда точно так же атмосферное давление вы тоже согласно что это это сравнительная характеристика дальше измерение энергии ватт сравнительная характеристика пожалуйста замечательно в смысле понятен как мы приближаемся к отрицательному скаляру я просто с филоментом вам говорю есть величины есть сравнительные характеристики не все это различают самое важное вы против того чтобы люди условно взябрали отрицательные величины на условной шкале и вы на этом основании ее не признаете я вам просто на каком основании условно взятую шкалу вы не понимаете схему в моем представлении в вашем представлении я не понимаю что да давайте разберемся я вам расскажу маленько почему для чего вообще отрицательные величины нужно стоп мы мы сейчас давайте по скаляру закончим почему не имеет право на существование вы можете обозначать минусом крестиком ежиком елочка чем угодно нижнюю часть шкалы это условная не дает не вносит никакой отрицательность вносит вносит почему 100 плюсики вносят плюсиковость плюсики отмечают плюсами плюсовость почему смотрите внимательно относительно точки перехода агрегатного состояния вот у нас отчетная точка относительно которой мы переходим в другую часть измерительной шкалы измерительной шкалы и эту против этого возражают а значит в природном смысле нет минуса если это субъективная пометка Вася пометил минусом Коля пометил ежиком я могу сказать то что ват это тоже субъективная характеристика ампер тоже субъективная характеристика ампер это природное понятие приведите конкретный пример величины метр в планете вот метр вот метр примерно природное понятие метр природное понятие во первых мы можем обозначить в качестве металона что в его взяли в качестве эталона? Именно метр. Как метр? Люди выбрали. Есть природная физическая величина. Называется пространство. Хорошо, как вы его... Это реальный объект. Этот реальный объект человек может субъективно поделить. Может взять половину пространства. Это будет половина пространства. Может взять, вырезать пласт в этом пространстве. Может взять литр, кубометр. Это будет величина. Это часть реального объекта. Делением дальше мы получим площадь, квадратный метр. Тогда мы конкретно скажем, что французы взяли по окружности земной шар по меридиану. По меридиану. Насколько помню, 1,63 миллиона, что ли, надо там посчитать, этого самого меридиана, они условно взяли величиной 1 метр. Пожалуйста. Пожалуйста. Условились они 1 метр. Пожалуйста. Другая величина до сих пор величиной, которую меряют англичане? Пожалуйста. Пожалуйста. Вообще, это очень условно. А фут вообще меряют как? Рота королевских гвардейцев, английских, сейчас. Рота королевских гвардейцев, нога в ногу, отмечая, вовсе шла. Пожалуйста. Очень условно. Пожалуйста. Ради бога. Условный выбор чего? Условный выбор части. У нас есть луч, мы условно выбрали такую-то часть или такую-то, но луч, протяженность пространства у нас реальный объект. Расстояние между двумя точками это реальный объект. Вы можете взять вот такое реальное расстояние, вот такое реальное. Хорошо. Какую-то часть, это ваш субъективный выбор. Хорошо. Есть такой вариант. Секунда. Как единица. Давайте сразу во всем не будем. Мы отрабатываем отрицательный скаляр. Дошли до реального. Отрицательного скаляра по пространству не бывает и не может быть. А его ни почему не бывает. Потому что все величины, скажем, они пространственно зависимы. Температура величина? Нет. Сравнительная характеристика. Но и температура не бывает отрицательной. Это только обозначение. Обозначение. Я и говорю. Отрицательности. Точно так же, как и метр. Обозначение части диаметра Земли. Пожалуйста. Но отрицательность вы никак не обозначите. Почему? Мы поставили значок. Он не внес никакой отрицательной природы в физическое явление. Так как хочет ежик, а не внос никакой ежик. Неправильно. У нас ниже шкалы... Почему отрицательному взяли? Ниже шкалы границы перехода между агрегатными состояниями и отрицательной величины. Почему я не имею права? Пожалуйста. Вася написал здесь минус. То, что горячий минус, а здесь плюс. Дальше что? У вас это стало отрицательным, да? Температура... То есть будет это отрицательным? Опять как услуги здесь. Физический смысл отрицательности. Просто значок. Так и пишите. Это не имеет скалярной отрицательности. Вы слышали о том, что за измерениями и переходами из градуса в градус по шкале Цельсия не стоит напрямую термодинамического процесса. Я об этом сказал. Мы говорим сейчас про минусность, отрицательность, ее физический смысл. Вы не предоставили никакого физического смысла, кроме того, что Вася так обозначил. Нарисовал минус, значит стало отрицательным. Опять, мы говорим об условном рассмотрении. Мы говорим... Вы отказываете в условном рассмотрении. Обозначать вы можете любым знаком, но не придавайте смысл физически, отрицательность. Потому что придача происходит... Придаю физический смысл. Расскажите, как вы это предоставили. Опять, я в этом случае говорю, еще раз повторяю. Граница перехода агрегатного состояния у меня обозначает отрицательные величины именно по шкале Цельсия. Для меня условно, что при плюс 5 градусах вода не бывает в нормальном состоянии твердой. А при минус 5 градусах, я знаю, вода бывает в твердом состоянии. Хорошо. По шкале Пьюрышкина минус 5 градусов. То же самое сдвинуто. Пожалуйста. По шкале Пьюрышкина у нас получается и минус 1, да, то есть тут созвигом. Мы что, агрегатное состояние здесь и что, минус тоже? Опять, опять мы говорим. Вот мы сейчас вот так оно условились, шкала Цельсия. Пожалуйста. Вы протестуете против шкалы Цельсия? Я не протестую против использования любого знака. Хоть минуса, хоть ежика, хоть елочки. Но, извините, физический отрицательный смысл вы не можете обосновать. Его здесь нет. Физически отрицательного смысла у температуры не может быть. Почему? Значит, вы не привели пример отрицательного физического скаляра. Физически, скажем так, ниже, опять мы говорим, при энергии отрицательное быть не может. Замечательно. А мы не привели пример отрицательного скаляра. Каких отрицательных скаляр вы говорите? Пожалуйста, минус 25 градусов. Это по значениям, значок просто минус. Вы же сказали, что физически... Ну, в общем, так же обозначение я опять... Я занят. То есть мы можем подойти, пожалуйста, к компьютеру, назвать, нарисовать на нем минус, это будут отрицательные комбинации. Понимаете? То есть вы воспринимаете скалярные величины только те величины, которые могут к какому-то конкретному физическому процессу быть пришиты и, соответственно, отрицательные значения вы не воспринимаете. Мы обсуждаем отрицательные скаляры в наличии в природе. Давайте с вопроса на вопрос не перепрыгивать. У нас есть варианты обозначения любым знаком. Вот это вот минус, да? Это любой знак. Любой знак. Вася обозначил любым знаком. Есть физический смысл. Так вот, в физическом смысле нет отрицательного никакого физического... Возможно, вы плохо слышали. Я хорошо слышу. Граница перехода между агрегатными состояниями, граница перехода плюсов-минус. Все. Переносим шкалу. Удем в Кельвина, пожалуйста. Тоже температура? Тоже температура? Где у вас там граница? Что? Нет. Поэтому не надо сочинять. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Возможно, мы терминологически с вами неправильно взаимодействуем. Смотрите. Опять мы говорим, что шкала Кельвина, шкала Кельвина, есть точно такая же условная величина. И если бы Кельвин взял... Стоп, стоп. Вот в важный момент. Условная величина или физическая величина? Условная величина. Не физическая. Шкала. Пожалуйста. Шкала Кельвина, условная величина. Шкала – это шкала. Величина – это величина. Условная величина я не знаю. Оговорим тогда. Давайте. Термодинамики, физические величины и условные величины, как вы делаете? Давайте мы на простых вещах. У нас есть научный метод, да? У нас есть величины физические. Вот я конкретно спросил. Вот. Как вы делаете физическую величину? Разные уровни вреда мы будем постепенно разбирать. Это предлагаю так. У нас есть научный метод. Есть то, что соответствует научному методу. И есть фантазик. Вот, пожалуйста, давайте в рамках научного метода. У нас есть математика. Наука о количественных отношениях, количественных и пространственных отношениях действительного мира. Вот действительно в мире есть величины физические. Вот математика их описывает, физика их описывает. Это в рамках науки. А того, чего нет в мире, да, абстракции, это пока не в рамках науки. Вот у нас в физике есть величина. Есть скалярная величина, это та же самая величина, только приведенная к шкале. Физический смысл физической величины не может меняться от того, что Цельсий, Кельвин, Перышкин, ее что-то с ней сделали. Назвали ее отрицательной и так далее. Ежиковой, Гайшиной. С этой точки зрения скаляр, по сути дела, есть только то, что мы обозначаем. Я не говорю, только обозначение, не влияющее на физический смысл. Почему вы говорите, что не может быть отрицательного скаляр? Как обозначение мы можем обозначать и плюс, и минус, и ложь? Я говорю про физический смысл. Про физический смысл, про природу явления. Так вот, в нашем мире природа явления не может быть отрицательной. Обозначать вы можете как угодно, но природа явления отрицательной не может быть. А товарищи делают так, они вводят отрицательную скаляр. Преподают его в вузах, а потом с помощью этого пытаются обосновывать физические процессы. Обманывать зевак, обманывать обывателя. Конкретный пример. Гравитация, минус. Половина учебников у нас формула тяготения идет с минусом впереди. Половина учебников без минусов. Вы знаете как правильно. Да это равно как не все это знают. Кто-то пишет туда, кто-то пишет сюда. Вот вам конкретный пример для чего это ваше представительство. Теперь давайте писать конкретно. Давайте. Взаимодействие между двумя телами, между двумя телами пространства, находящимися в пространстве. Прямо пропорционально массе этих двух, я говорю между двумя, а я не рассматриваю пока множество. Прямо пропорционально массе тел и обратно пропорционально квадрату расстояния с поправкой на определенную гравитационную величину, гравитационный коэффициент, который условно для нашего пространства взят. Где видите вы минус? Я его тоже не видел. Пожалуйста, на доске. Минусы. Прошу. Приводите формулу. Вы его не на доске увидите. Вы зайдите, пожалуйста, в учебное пособие. Не-не-не. Я вот сейчас приду. Приводите вы с минусом. Я не воспринимаю по-другому. С минусом. Вы не воспринимаете? Я вам говорю, что в половине учебных пособий. Конкретно формулу. Вот здесь вот стоит минус. Вот здесь. Кто-то заносит его в G. Кто-то выносит его через векторную формулу. Умножили на минус единицу. Поделили на минус единицу и появился минус в векторном паре. 99% физиков не знают, как это происходит. Они не знают, что если минус туда не поставят, то яблоко на землю не упадет. Дальше второе продолжение единая формула. Это закон Кулона. Та же самая формула, при которой заряды одноименные карты. Я перед камерой совершенно авторитетно заявляю следующее. Что на данный момент я впервые в жизни слышу, как физик, я впервые в жизни слышу, что закон Кулона именно в Q1 умножить на Q2 деленное на R в квадрате закон Кулона может быть прописан как величина отрицательная. Я вам про это говорю. Здесь этого нет минусов. Точно так, что вот здесь стоит не J, а только то, что я написал, гамма. Другого значения физики не существует. Пожалуйста. То, что возможно вы имели в виду в векторном исчислении направления векторов, как отрицательная величина. Я предлагаю вам следующее. Мы остановились на возможности скалярных отрицательных величин. И было выяснено следующее. Что формулу гравитации отрицательное значение мы так и не нашли. Несмотря на то, что... Не надо, не надо. Так и не нашли. Сказки рассказывать не надо. Вы мне вышлите страницу. Правильно? Я жду страницу. А вот сказки не надо. Значит, вы мне высылайте страницу, чтобы я убедился. Теперь, по поводу скаляров, ситуация следующая. Скаляр, на мой взгляд, может быть как отрицательный, так и положительный. Вы износили полностью. Скалярная физическая величина? Скалярная физическая величина, но мы не говорим в этом случае о физическом процессе. Вот физический процесс отрицательного значения иметь не может. Скалярная физическая величина может быть отрицательной. Пример. Пример. Температура. Скалярная физическая величина. Некорректно. Некорректно. А какая это химическая величина? Когда у вас получается минус 2 градуса по Кельмину и по Цельсию, то положительная, то отрицательная. Опять же, все зависит от шкалы, по которой мы мерим. Мы говорили, что условно. Шкалу с плюсиками или с минусиками. С минусиками. Условно. Физический. Ну кто вам решает? Примерата физической величины от этого не меняется. Не меняется. А тогда и не надо ее называть. Не меняется. Тогда и не надо ее называть. А это какая? Физическая величина. Не надо ее называть отрицательной. Это физическая величина. Физическая величина. Вот происходит следующее. Одновременно учат инженеров и математиков. Вот инженерам говорят, ребята, вы делайте устройство. Забудьте, что вам там говорили про отрицательные скалярки. Ну я не знаю, как это говорят. А вот математиков держат в сказочном мире. Они вот, ну да, шкала или шкала. Возважные инженеры шкалу сельсия не проходят. Кстати, здесь я должен заметить еще одну вещь. Я был не совсем прав, говоря, что отрицательные температуры нельзя в термодинамические расчеты ставить. Можно в исчисление колориметрии, можно ставить отрицательные величины. Опять, меняется только формула. Только и всего. Можно ставить в расчет. Это ж физическое исчисление или как? Я говорю вам про физическую величину и ее природу. Вы говорите про математические фокусы. Это разные вещи. Скажем, давайте я скажу таким образом. В природе есть природа, величинами занимается головной мозг человека. Давайте конкретно. Вам что известно про отрицательное количество в природе? Количество отрицательное чего? Какое чего? Отрицательное количество. Про отрицательное количество я вам нисколько не говорил. А вот у вас отрицательная величина, это в каком она плане отрицательная? В количественном плане? В количественном плане. Вот тогда, пожалуйста, расскажите мне про отрицательное количество. Я хочу посвятить эту интересную тему. Опять, вы путаете термин. Количество и количественное исчисление. Пожалуйста, поясните мне, чем... Количество должно в каких-то единицах измеряться. В каких единицах вы мерите? Количество? Да. В каких? Вы про размерность чего-то конкретного. Это разные понятия. Количество и размерность. Вы в каких единицах эту размерность мерите? Количество. Килограммах. Вот килограммов не бывает отрицательное. Стоп, стоп, стоп. Вы путаете размерность. Масса не бывает отрицательной. Число и размерность. У вас число это выражение количества? Число есть выражение этого самого количества, опять отраженное через наш субъективный головной мозг человека. Это наше обозначение. Другая цивилизация вообще по-другому может их мерить. Вот в рамках нужного метода число это выражение количества? Конечно. Вот пожалуйста, если нет в природе отрицательных количеств, как вы их собираетесь отрицательно выражать? Отрицательное. Афигура. Операция и число это разные понятия. Операция и число. Вот плюс, минус это операция. Число и количество это число. Вы количество в чем мерите? Знаками и значениями? Числами можно обозначать количество. Конечно. А соответственно мы условно можем взять шкалу отрицательную? Стоп, извините. Все. Тогда какое разговор? Стоп, 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 стоп. У вас есть название науки математики. Ну как, по количественных отношениям. Правильно? Действительного мира. В действительном мире не бывает отрицательных количеств. В действительном мире вообще и количеств не бывает. В действительном мире есть действительный мир. В действительном мире есть действительный мир, который, по сути дела, он не бывает дискретным или аналоговым, он просто мир. А количеством делает его человек. И у человека может быть как отрицательное, так и положительное. Зачем вы рассказываете? Я вам буду то же самое рассказать. Да как вам? Ну пожалуйста, пример отрицательного количества. Отрицательного количества. Вот. Отрицательное количество на измерение температуры. Человек. Оно стало внизу отрицательным, потому что оно снизу, да или как? А при чем тут снизу? Вы механизм этого понимаете? Я, механизм, вам уже объяснил. Границей перехода между плюсом и минусом является граница перехода агрегатного состояния. Вам вопрос, понимаем ли мы это или не понимаем? Вот здесь у нас, это что у нас? Это плоскость. Правильно? Да какая разница? Плоскость это не плоскость, это вопрос номер 10. Линия, да? Вот с чего вы взяли, что на какой-то линии у нас часть стала отрицательной. Потому что, опять, изначально, изначально, субъективное обозначение. Все, все. Любое обозначение положительное и отрицательное, оно субъективное обозначение. И в природе субъективное обозначение не положительное. Есть субъективное обозначение, а есть реальные объекты. Вот величина это реальная. Вот в реальных объектах нет никакой величины вообще. Некорректное утверждение, неверное утверждение. Величиной занимается, хорошо. Откуда, кто меряет эту величину? Какая разница, кто меряет? А без того, кто меряет, не бывает. Это азы, которые вот в этих вопросах... Это не азы. Это азы. Если мы говорим... В этих вопросах это принципиально важный момент. Вот теперь, хорошо. Хорошо, стоп, стоп, стоп. Принципиально важный момент. Принципиально. Значит, смотрите. Есть объект Солнца. Пожалуйста. Есть объект Солнца. Пожалуйста. Оно светит независимо от нас, от наших знаний о нем. Пожалуйста, конечно. И масса этого Солнца выражает ее человек. Этому самому Солнцу для этих процессов, которые там происходят. До того, что мы измеряем массой, или зарядом, или светимостью, ему до фонаря, потому что процессы происходят в этом случае независимо от нас. Завершенная мысль, пожалуйста. Завершенная мысль, пожалуйста. В природе нет количеств. Количество проявляется через мозг человека. Пожалуйста. Мы говорим про величину. Величина. И скалярная, и величина, и скалярная, и количество. И количество – это субъективная вещь. И скалярная – субъективная вещь. И величина. И величина – субъективная вещь. Вот здесь неверное. Величина – это не субъективная вещь. А какая она? Пример объективности. Пространство – субъективная вещь, это реально? Само пространство, конечно, объективное. Часть пространства – объективная вещь, это реально. кто его рассекает большая разница пол апельсина у нас реальная вещь или нереально пол апельсина должен быть кто-то кто увидит они есть пол апельсина нету некому мерить эти пол апельсина то есть пол камня нет пол капли нет пол капли нет есть просто капля в природе пол ручки нет пол ручки нет вот этого нет сейчас вы вы вот это итак уважаемые слушатели мы сейчас рассмотрели вопрос о скалярных и не скалярных величинах я могу сказать следующее наше рассмотрение выявила некоторую некоторое разногласия в мировоззренческой позиции в части как мы понимаем что такое пространство как мы понимаем вселенную дело в том что по понятию вселенной понятия вселенной и понятия пространство это ключевые понятия физики ключевые понятия в астрономии в других науках и здесь я могу сослаться опять на вопросы которые были рассмотрены статьи мировоззрения образованной дуры вы сказали о том что дура это та которая считает конечным пространство я в ответ в своем вопросе сказал следующее написал следующее на каком основании мы можем судить о конечности или бесконечности пространства мы об этом пространстве знаем настолько мало и настолько настолько то есть мы еще находимся в детской люльке чтобы спорить о том конечно или бесконечно пространство я сейчас бы хотел чтобы мы перешли к этому вопросу что мы перешли к вопросу о понятии пространства я прошу вашего внимания буквально в течение трех-четырех минут изложить даже скажем так не свое мировоззрение а то мировоззрение которое сложилось современной науки на понят по понятию пространства по понятию взаимоотношения разных частей пространства и так далее вы согласны с этим то есть краткий краткий экскурсии с вашими предыдущими тезисами или с регламентом с регламентом тут как бы все просто в плане пространства у нас есть пространство реальный объект его свойства известны свойства экспериментально подтверждаются то есть мы мы с вами оба исходим из позиции что пространство есть реальный объект вселенная она реально но мы тогда с вами по части конечная или бесконечная вселенная вы можете или нет тогда объяснить свое понимание что значит бесконечная и что значит конечная вселенная потому что вы сказали что конечно вселенная быть не может стало быть мы с вами размышляем неправильно говоря о конечной вселенной я же исхожу из следующего что мы слишком мало знаем вообще-то говоря нашу вселенную чтобы говорить о ее конечности или бесконечности то есть термин конечность или бесконечность в моем понимании он вообще сейчас не правомочен тогда поясните пожалуйста вы что не знаете о смыслах пространства что здесь есть хорошо я тогда сейчас буду рисовать на доске что мы знаем что мы не знаем о самом пространстве кто мы и каковое пространство мы понимаем каково пространство вы не понимаем меру нашего понятия во первых первое кто мы человек есть существо знание и мнение которого о пространстве субъективны вы с этим согласны вот дальше человек находится человек находится в том пространстве которое он может воспринимать своими органами зрения то есть отсюда следует то что нам глаз в глаза попала электромагнитные волны дальше человек воспринимает пространство с помощью слуха опять мы слышим звуковые волны с помощью нашего слуха то есть реально если взять от частоты звука как колебательный процесс молекулярный либо атомарный колебательный процесс мы знаем инфразвук слышанный звук нами и до ультразвука ультразвук из этого всего мы слышим от границы 10 герц это так условно хотя люди далеко не всегда нового словно считается что мы должны должны слышать до 20000 герц хотя на самом деле мало кто это слышал частности я слышу до 16000 герц это неважно и следующее мы можем воспринимать тактильным восприятием пространства то есть мы ощущаем пространство это пространство соответственно предметы тела находящиеся в пространстве мы благодаря нервным окончанием получаем информацию в голову о том какие тела где находятся следующее своими глазами мы можем видеть соответственно как предметы находящиеся вблизи предметы находящиеся вдали так и предметы находящиеся очень далее скажем звезды и так далее все эти предметы мы считаем что они находятся в пространстве дальше некоторая часть ученых считает что и я с ними вполне даже согласен и есть факты что мы можем если взять шкалу электромагнитных волн по шкале электромагнитных волн не все ограничивается узким спектром видимого излучения глазом но мы можем ощущать телом инфракрасное излучение то есть тоже от реальных объектов мы можем своим телом ощущать ультрафиолетовое излучение некоторые ученые приводят доказательства того что микроволновое излучение мы тоже можем на границе радиоволн ощущать но мы начиная от ультрафиолета рентгеновской гамма излучения своими органами чувством отличие от некоторых животных ощущать не можем то есть вот это тот перечень излучения полей которые которые мы можем с вами видеть соответственно мы получаем о внешнем о внешних телах находящийся в пространстве информацию на основе этой информации мы строим какие-то описательные формы мы строим какие-то модели соответственно мы когда видим человек начал строить уже постыдят структуру мира и понимать что в пространстве находятся крупные тела которые существенно крупнее него есть тела которые мельче так родилось поделение на микромир микромир это речь о материи в пространстве о материи в пространстве а самому пространстве теперь сейчас сейчас ситуация следующая о самом пространстве когда физика достигла понимания того что может ли быть если мы возьмем исключим материальные тела то есть как тела и обладающие атомарной молекулярной структурой из пространства исчезнет пространство нет не исчезнет слушай внимательно дальше хорошо если мы из пространство из пространства исключим излучение пространство исчезнет само нет пространство само не исчезнет исключим излучение дальше если мы исключим гравитацию из самого пространства то есть предположим нет у нас распространяющегося гравитационного взаимодействия. Если мы в материю исключимы с пространства... А пространство так и останется. Пространство так и останется. Что нам неизвестно про пространство? Про пространство. Вот здесь ситуация гораздо сложнее. И я могу сказать о следующем. В течение долгого времени была, существовала так называемая эфирная модель пространства. На рубеже 20 века эфирная модель пространства по сути дела была затоптана и прекратила по факту свое существование на долгое время. Что говорила эфирная модель? То, что саму суть пространства представляет собой... Ну, иногда пишут цветомостный эфир. Это не совсем так и не совсем правильно. Существует некая основа пространства, которая называется эфир, и благодаря которой и могут быть переданы излучения, в частности. И, скажем, первое, когда квант света начинает распространяться, что интересно, он не распространяется, разгоняясь, а он распространяется сразу с определенной скоростью, со скоростью света. То есть эфир играет в этом случае основой, как бы, пространственной... Это неизвестие материи в рамках модели. Контрастов, да. А о самом пространстве что нам неизвестно? О... А вы реально могите, что ли? О самом пространстве мы можем... Вот после того, как эфирная модель была свернута, само пространство начали нарекать, начали к тому же самой эфирной конструкции подходить темные энергии, темные массы и так далее. Это материя в пространстве, о самом пространстве. Теперь, о самой... о самой... о самой конструкции. Теперь, если подойти, о самом пространстве. Ну, в первую очередь пространство в миропредставлении людей сейчас является величиной трехмерной. И в основе исходится. Если мы говорим сейчас построение математических плоти до 11-мерного пространства, то это модель, формулярная просто модель... Это не пространство, это модель. Это модель. 11-мерного... Малообразие, если бы. 11-мерного пространства в природе не обнаружено. В природе не обнаружено даже нигде четырехмерного пространства. Его тоже не существует. Соответственно, всю основу пространства составляет трехмерность и следующая величина время. по определенной традиции, скажем так, я эту традицию и не только я, ученые, я знаю множество ученых, которые существуют, не поддерживается соединение пространства плюс время, пространственно-временное объединение единое сделать, эту конструкцию и считать какой-то виртуальной величиной четвертой величиной время Т, на самом деле здесь очень много концы с концами не сходятся и не позволяют напрямую соотнести конкретное значение времени, об этом уже много говорить, и пространство. Поэтому пространственно-временной континуум как таковой можно рассматривать только с точки зрения следующего пространства и времени. Почему? Я сейчас могу сказать следующее. Если взять сейчас как привыкли пространство Мир Минковского рисовать, абсолютное прошлое это плоскость настоящего это будущее. А соответственно сюда выкладывается пространство и сюда выкладывается время. То на самом деле здесь возникает тогда вопрос какой? Это не есть процесс, а в природе могут существовать только процессы, они движутся. мы взяли определенную точку, а ведь что такое условно настоящее взяли. Значит проходит какой-то квант времени опять настоящее стало вот здесь. Когда-то настоящее было вот здесь. Поэтому вот такое построение чисто такой привязки модели. даже как модель. Если взять движение тела, предположим тело сейчас движется оно движется и в пространстве и в времени. Соответственно мы должны ему в пространстве и времени указывать полностью траекторию. Вопрос что нам неизвестно о свойствах пространства. Я неизвестно объекта это метаописание. О свойствах пространства нам неизвестно слишком многое. Во-первых нам неизвестно следующее имеет ли пространство начало и имеет ли пространство конец то есть изначальность это неизвестно. Как это неизвестно? Потому что мы на данный момент не можем отнести ни одну точку к началу опять если хотите поговорить о великом большом взрыве в Биг Бан мы об этом поговорим то есть тут тоже много это просто гипотизм в этом вопросе как раз все известно вот вообще все известно тогда мы предоставляем слово тому кому известно когда появилось пространство где оно появилось и что значит начало пространства стартовые стартовая позиция была какая неизвестно начало и конец да давайте пожалуй во времени стоп во времени я говорил во времени стоп вы хотите сейчас оторвать пространство от время вообще вы оно не зависит от времени пространства вы говорили начало и конец вы имели ввиду геометрический фактор начало мы ее можем мы как люди опять субъективно можем мерить протяженность так протяженность никакой вопрос субъективно конечно субъективно это свойство есть у пространства это свойство есть у измерения сделанного однозначно объекта пространство есть а ноги из пространства мы считаем что и бишь правильного или нет будем считать однозначно частично то в каком плане плане нашей субъективности пространство есть независимо от того мире моего или нет вот это что мы на этом сошли отражается в нашем головном мозге отражается на были отражается есть у нас в нашем головном мозге только на протяженности у пространства нет вот теперь смотрите есть реальный объект если мы говорим о протяженности значит мы должны поставить точку от которой мы отталкиваемся пожалуйста кто будет кто будет эту точку ставить нету пока мы пока мы не взялись в мире не на пространство протяженности свойства такого протяженности нет есть пространство но ему ваша протяженность абсолютно до фонаря вот это вот вася вот поставил полточку или не поставил пространство было до Васи было есть и будет оно имеет все свойства до Васи до Васи конечно свойства есть в следствии чего вы считаете протяженность свойства независимо от человека обоснуйте вот так пункт за столбив до Васи пространство имело все свойства теория так хорошо обоснуйте протяженность до Васи появился нет я не буду обоснувать до Васи в этом нет необходимости мы определили что пространство реальный объект реал да без Васи с Васей вот у этого реального объекта есть какие-то свойства правильно конечно появился Вася он может эти свойства измерить зафиксироваться Вася конечно вот тогда то и появилась протяженность Стол 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 Некорректно Некорректно Ненастоверно Неправильно хорошо то да как вы четко говорим физически говори физически как вы описываете протяженность viewers ни основ슬CU вопрос не это вашей базу жар вы это способ описания мы сейчас опишите что есть реального объекта есть реально сквозь есть свойства согласен есть плюсик согласен мы можем написать 1 2 4 а вот тут как раз мы будем с вами они существовали до васи и будут существовать без вас и будут существовать он их может измерить и изучить описать описать эти свойства потому что пространство я вам могу сказать следующее я вам могу сказать следующее само понятие свойство вот пространстве есть она реально просто вот пункты 1 2 3 4 свойством дает уже вася своим отражением через головной мозг при вселенной вашей 1 2 3 4 абсолютно без разницы воля воля вот куля вася описал свойства мы об этом не знает смысл вы были были так сейчас пришлось то есть вопрос у нас свойство тому существовали ли свойства реального до сумма вас до субъекта вот теперь объясните как они могут что такое физические свойства что такое физические свойства пространство конкретно физическое что если ее никто не отображает отображает не отображает что это такое физически если я могу физически сказать скажем что такое материя это атомарная структура существующая пространство то такое как не существовало думать конечно мы говорим мы говорим о протяженности свойства у материи были обоснуйте что такое протяженность до васи вот с протяженностью я не согласен с тем что она была до васи со всеми свойствами согласны только не согласны с протяженностью ну и есть свойства матери существовали существовало существовало просто в матери и пространство материя имела свойство давать до описания васи свойств такого понятия не было давать давать не было свойств свойство обозначает то что присуще чему-то и мы это отражает своем головном мозге вот это важный очень важный момент вы его где нарисовали я нарисовал на доске вот он был давать я говорю не о пете о васи а я говорю о человечестве вот разум я говорю конкретно развод образно динозаврства дур во времена динозаврства были в материи свойства если динозавр мог мыслить пространство а он скорее всего мог мысли пространство то они протяженность есть отражение вселенной в мозгу динозавра все понятно соответственно у вас и отраженность протяженности в мозгу протяженность это свойство пространства обоснуть до я пытаюсь обоснуть принципиальный момент здесь следующий есть реальные объекты и есть субъект до субъектов до головного мозга до любого что такое протяженность две противоположные точки зрения одна точка зрения говорит что у материальных объектов или у любых нематериальных объектов есть свойства до появления субъектов вторая точка зрения что свойства у реальных объектов появляется только мы сейчас конкретно говорим о протяженности стоп 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 мы сначала фундаментарную базу разберем а это есть фундаментарно перейдем на частный случай мы говорим о протяженности любое свойство общая база любое свойство есть свойство отраженное мышь эти свойства должны как-то градуировать отображать в виде какой-то формы формулярно виде какой-то там описание описание свойств и сами свойств это разве а свойств как таковых понятия свойства вселенная не нужна она есть сама вселенная понимаете не нужно нужно это как раз субъект возвращаемся на начале есть две противоположные точки зрения одна то что реальные объекты конкретизирует первым свойством мы назвали протяженность отсюда я не слезу мы к этому а мы к нему подошли первое слое протяженность у нас есть реальные объекты у них есть свойства обоснуйте мне физические протяженности до Васи было расстояние между двумя не было расстоянием не было расстояние до Васи было вселенная но расстояние не было потому что некому было эти мерить расстояние и некому было ставить было измерено расстояние и не было расстояние и не было измерено во вселенной нет расстояния Расстояние есть отражение пространства в чьей-то субъективности. Неверно. Это вас обманули. Объясните. Объясняю. Я не могу объяснять все сразу. Я на доходших примерах. Вот гора Машук. Вот гора Эверест. Какая гора? Эверест. А вторая? Машук. Машук. Ну давайте другую гору. Какая вам нравится. Амонизма пусть будет. Ну далековато друг от друга. Ну да ладно. Ну вот. Между этими вершинами этих корб были, была протяженность. Не было. Не было протяженности. Не было. То есть они были в одной точке. Между ними не было. Они были в одной точке, пока Вася не открыл глаза. И не были они ни в точке, ни без точки. Они располагались как они располагаются. Где? Где располагались? Расстранство. Расстранство, конечно. Располагались как? А вот когда мы говорим как, то мы отражаем уже субъективность. Располагались удаленно друг от друга. Правильно? Опять, чтобы мы видели, что они располагаются друг от друга, мы берем субъективность. Видел, увидел Вася или не увидел, это без разницы. Вот смотрите опять. Пит коммунизм и Эверест, был Вася или не был, они были ту Васю. Правильно. Замечательно. Они не имели протяженность? Не имели. Да не имели они. Как они были, если не имели протяженности? Что есть протяженность? Мы измеряем протяженность. А что была гора Эверест? Это была поднятая кусок плиты индостанской. И как она была, так она и есть. Вот она была. А когда мы говорим протяженность, то мы измеряем протяженность горы Эвереста. Это размер. Это размер и протяженность это разные вещи. Конкретизируйте слово протяженность. Вот это луч. Луч как поток квантов в пространстве. Нет. Луча в природе нет. Как нет? Ну как нет? Тогда мы возвращаемся на исходную позицию, которую мы с вами разобрали. Просто луча в природе нет. Луч есть как поток квантов. Вот теперь давайте этот вопрос уже самый-самый фудайм. Самые азы. Пространство, реальный объект мы написали, да? Пространство. Пространство, да? Вот, грубо говоря, кубик объема. Откуда он взялся, кубик объема объема? Это я вам для наглядности покажу. Стоп, не надо мне для наглядности рисовать. Вася же уже появился? Вася еще нет. Вася еще нет? Его нет вообще? Ну и сейчас в момент... Нет, 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 нет. Вася нет. С момента существования Вася. Нет, нет. Вася нет. Мне самое важное сейчас понять. Вот есть понятие протяженность, но Васи еще нет. Опишите мне протяженность до Васи. На каком языке? На языке Васи вам написать? Или вас не устраивает? Так вот. Вот мы и подошли к самому главному. Когда мы описываем протяженность, мы должны языковую описательную форму какую-то сделать. Пожалуйста. Пожалуйста. Правильно. Значит, что такое протяженность? Есть описательное значение. Мы описываем пространство. Это описание пространства в чьем-то головном мозге. Где оно описательное хранится? Мы сейчас будем разговаривать на языке Васи. А Васи нет. Опять условимся. Васи нет. Вы сказали, что без Васи есть протяженность. Обоснуйте протяженность без Васи. Вася еще не породился. Мы пользуемся языком или не пользуемся? Если не пользуемся, это деморубия. Откуда язык чей? Мы сейчас пользуемся нашим языком. Русским народным языком. Мы субъекты? Да. А до Васи какой был язык? Мы сейчас после Васи или до Васи? Мы сейчас и с Васей, и после Васи. Будем общаться на каком-то языке или нет? Замечательно. Тогда вот это вот взяли, стерли. Васи нет. Вот. Мы сейчас обозначим, о чем мы говорим, и потом ведем Васю в системе. Термин Вы написали протяженность. Да. Но Вы его в пространстве без субъекта не ввели. Вы путаете разные вещи. Вы путаете объект описания, язык описания. Ну уж я как информатик, извиняйте, путаю. Значит, тогда протяженность Вы называете… Объект описания. Объект описания. Объект описания реальное пространство. Вот с этого пункта и пожалуйста не перебивайте. Объект описания реального пространства. Можно я бы изобразить графический? Нет. Почему? В общем, графическое описание это субъективное описание. И что с того? Это уже отражение модели. Пожалуйста. Что с того? Реальный объект. Вы можем отличать от отражения модели? Конечно. Пожалуйста. В чем претензии? Да конечно нету. Почему? Потому что вот он Вася. В данном случае Вася это Вы. И Вы начинаете мне свойства объект описать на языке. Грубо говоря. Не было Вася, не было свойства объекта. Таких как протяженность и так далее. Не было описания на языке Васи. Но сам объект, его свойства были. Объект был. Объект был. Его свойства были. А свойства появляются в описании. На языке Васи свойства? Конечно на языке Васи. Ну вот и все. Если начинаете пользоваться языком, Вы сейчас будете мне протяженность, Описывать. Протяженность. Описывать. Отороженная в головном мозге. Но это не физическая, а это виртуальная величина, за которой не стоит физического объекта. Реальный объект и модель. Это разные вещи? Конечно. Разные. Пространство реального объекта. Можно Вам предоставить модель. Описание реального объекта. Ну в какой-то степени. Да. Она может описывать его свойства. На языковой форме. Да. Корректная модель может описывать свойства на 100%. Опять. Модель. Конечно может. Опять. Пожалуйста. Проходим эту позицию. Переходим к описанию реального объекта. Стоп. Вот здесь мы уже с Вами говорили. Мы уже с Вами все четко сказали, что Вася есть. Что мы пока не до Вася не дошли. Как это до Васи не дошли? А Вы уже модель ввели. У кого? Так. Это модель? Модель это у кого? Мы сейчас рассматриваем реальный объект. Модель у кого? Вот смотрите. Вот линия времени. Да? Вот Вася появился. Мы находимся вот здесь. Вот Вася появился. Про что там какой-то замер. Вот мы находимся здесь. На данном этапе мы можем обозначить термины. В самом деле термины и построить модель. Да. 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 Не спорю. Вот мы здесь. Вот пожалуйста пока Вы к Васе не пришли, не перебивайте. Вот и все. Мы уже ушли от Васи. Вася уже породился. Да? Ну какая разница? Какая разница? Какая разница? Вы этим самым... Вы этим самым подтвердили, что протяженность как свойство может отражаться только в головном мозге? Нет. Отражаться это другой вопрос. Вы говорите об описании. Я говорю о реальности. Мы в любом случае... А в реальности? В реальности? Здесь просто реальность. Грубо говоря, Вася вот здесь. Мы к Васе пока не пришли. Мы сейчас находимся здесь. А я Вас прошу объяснить точку вот здесь. Я хорошо. Я Вам ее объясню. В рамках каких терминах Вам ее объяснить? А вот Вы... Попробуйте эти термины описать. Вот, пожалуйста. Я ей говорю. Вы сейчас не опишите термины. Вам описать его на человеческом языке? Вот. А вот было. Что? То есть... Протяженность появилась как свойство понятия? Нет. Свойство отраженное в головном мозге человека? Нет. Нет. Это Вы прыгаете с одному вопросом на другой. Мы сейчас говорим по рекламе. У нас введение сейчас, собрание на человеческом языке, на рамках, научных терминах. Мы ими пользуемся. Угу. Договорились. Только Вы тогда скажите, что... Мы договорились, что мы пользуемся научными терминами. Русским языком. Да. Мы можем пользоваться техниками. Вот я ими пользуюсь. А потом мы будем рассматривать конкретные вопросы. У нас есть пространство. Мы признали, что он реальный объект. Признал. Я давно это признаю. Если мы возьмем часть пространства, мы можем взять часть пространства? Когда человек находится в какой-то точке, он может, исходя из определенного своего воззрения, так сказать, может сделать сечение пространства, сколько угодно, да? Конечно, может. Какой разговор? Часть пространства будет реальным объектом? Конечно, будет. Отпилили кусок стола, кусок стола. Это материя. То есть вот этот вот кубик, это у нас часть реального пространства, тоже реальный объект, правильно? Если мы кубик вот так вот нарежем, то у нас получится... Нарезка кубиков в реальном пространстве? Да, у нас получится реальная площадь, правильно? Стоп. То есть у нас есть реальный объект пространства. И с помощью ВАСи мы можем обозначить какую-то область в данном пространстве. Но данная область она будет реальна. С выбором ВАСи, с выбором другого ВАСи вот такой области. Сама вот эта вот область, часть реального объекта, она по-прежнему будет реальна. С частью пространства. Вот с этим я не спорю. И свойства у нее будут реальные. А вот свойства у нее будут те, которые увидел Вася. Ну, увидел, Вася увидел, не увидел, но они были на Вася. Потому что мы взяли часть реального объекта. Мы взяли вы часть реального объекта. Мы с вами четко расходимся вот в чем. В понятии свойства. Вот тут свойства, я хочу сказать, что оно появляется тогда. То, что присуще данному объекту. И отражается только в Васе. А свойства это то, что присуще. Вне зависимости от Васи, Коли, Пети. Это присуще объекту. Без Васи, Коли, Пети нет никому отмечать. Некому. Вася не отметил свойства. Но свойства были. Было просто пространство. Да, реальный объект. Было просто пространство. Вася не отметил. Вася, слепой Вася, не увидел эти свойства. Но они были. Сейчас давайте сделаем следующее. Вот в данный момент Вы хотели сказать. У Вас 5 минут. Извиняюсь, что я прервал Вас. У Вас есть 5 минут, чтобы сказать, что такое. Да. Так вот. Это реальный объект. Свойства которого не зависят от Васи. Увидел он это, не увидел. Дальше этот объект нужно поделить. Взять меньшую часть этого объекта. Это будет площадь. Тоже свойства этой площади не будут зависеть от Васи. Вот выбор конкретный. Габариты будут зависеть от Васи и его выборов. Дальше, если мы эту площадь поделим еще таким вот образом. Возьмем еще более мелкий объект. Тоже это будет реальный объект. Выбор с помощью Васи вот габариты. Но это реальный объект. Его свойства тоже никак не зависит от Васи. Вы видел Вася свойства этого объекта или нет. Так вот эта вот часть этого реального объекта. Это и есть протяженность. Отрезок это длина. А протяженность она не ограничена. Туда и туда. Это реальный объект. Реальное проявление этого объекта. И мы можем засвидетельствовать. Можем здесь поставить пик коммунизма. А здесь можем поставить жамалу. И вот эта вот будет протяженность между вершинами жамалу. Скажите, когда я могу говорить так. Можно, пожалуйста. Вот теперь я вот что пытаюсь сказать. Вот мы остановимся на чем? Вы сделали сечение объекта сначала объем. Потом, это Вы хорошо сказали. Потом Вы сделали сечение объема площадь. Опять. Площадь как часть пространства не существует. Почему? Стоп, минуту. Тогда это должно быть моно-молекулярная или моно-атомарная пленка. Пленка чего? Вы путаете. Пространство не материальное объекта. Какая пленка? Какая молекулярная? Тогда откуда может быть какая-то площадь? Площадь не состоит из материи. Объем не состоит из материи. Тогда когда мы говорим площадь, мы ее сами чем-то ограничиваем. А кто у Вас ограничивает? Мы ограничиваем часть. Кто-то ограничивает. Вася. Может так Вы выбрали. Вот. Вот Вы ответили на вопрос. Стоп. Стоп. Когда площадь появляется только после того, когда появляется тот, кто ограничит вот эту площадь. Габариты появляются, когда ограничит Вася. Метры квадратные, метры кубические. Вот единицы, единицы. Выбирает Вася. А метры существовали по самопротяженности, самопротяженности. Ну, об объекте. Мы высекли из пространства. Да. Площадь. Что такое площадь высеченная из пространства? Это двумерная протяженность. Что означает двумерная протяженность? То же, что и одномерная, только под прямым углом. Что значит высеченное из пространства? Выбор Васи. Вот Вы и ответили. Это выбор Васи. Вася выбрал какую часть? Какого-либо? Этого не было кого-то, кому выбирать. Значит, этого свойства как бы у вас просто не было. Не, не путайте, путайте, путайте. Это был выбор Васи. Вы путаете. Объект был. Вася выбрал часть. Вот какая именно часть? Как объект был, я не спорю. Ну вот. А значит, как объект была площадь двумерная протяженность? А откуда она взялась? Она была до Васи. А в честь чего она была? Потому что был сам объект. Стоп. Площадь, значит, чем-то ограничена. Стоп. Нет. Она может быть неограниченная. Стоп. Неограниченная площадь? Неограниченная двумерная протяженность. Площадь есть бесконечность. Да. И что? Нет. Стоп. Теперь, теперь, теперь смотрите. Как величина. Как величина. А когда она была? Вот. Теперь смотрите. Из трехмерного объекта Вселенная был взят двумерный объект. Кем? Какая разница? А он не был. Он был. Он был. Он был. Он был. Стоп. Неограниченный. Тогда вы говорите о том, что наше пространство состоит из бесконечного ряда двумерных площадей. Нет. Из бесконечного ряда одномерных лучей. Из бесконечная постановка вопроса. Почему? Оно не поставит там. Может быть вырезан, обозначен. Вырезан кем? Блин. Кем угодно. Опять. Каким-то Васе. Кем угодно. Пожалуйста. Но сам объект-то был. Вы отрезали. Отрезали часть. Был. Так вот эта часть была от того, как ее отрезали. Он был трехмерный объект. Он был трехмерный. А двумерного объекта не было. Почему? А почему? Откуда он взял трехмерный? Двумерный. Двумерный – это часть трехмерного объекта. Часть трехмерного объекта. А откуда он был? Это значит кто-то от всех трехмерный. Единица целая. Вот это его часть. Она есть или нет? Ее нету. Почему? Вот этого нету. Почему? Потому что вот сейчас есть вот эта ручка. А не крутите вы ее. Нету ее части. Есть ручка. И когда она вот здесь, у нее есть половина. А вообще чего у нее есть половина? Вот она есть. Кто отмечает? Это реальный объект? Кто отмечает половину? Отметил кто-то или не отметил? Оно есть. Вот в реальности. Устнем, проснемся, оно будет. Не будет. Оно есть или нет? Не будет половины. Вот это есть или нет? Нету. Вот этого нету. Вот этой пласмаски нет. Пластмаска? Но я стучу ничем. Вы стучите. Пластмаской? Нет, вы не правы. Вы стучите вот этим объектом. А вот я могу частью этого объекта постучать? Вот. А вот ее части нет, потому что ее нету, откручивать. Нету. Вот этого нету. А откуда находится эта часть? Это галлюцинация. Вы, нет, сейчас не галлюцинация. Сейчас не галлюцинация. Вы, как субъект, произвели действия, открутили эту часть. А теперь будьте так добры. Вот я вкушки. А теперь будьте так добры. Стоп. А теперь будьте так добры. Воспроизведите этот стук. Вот эта часть ручки есть? Воспроизведите этот стук. Вопрос не в стуке. Вопрос есть часть ручки, которой нет? Нету. Ее нету? Хорошо нету. Смотреть не о чем. Ваша научная концепция псевдонаучная. Ее нет. В моей реально. Почему? Опять не буду говорить псевдонаучная или научная. Ну потому что. Есть объект. Есть объект. Есть. Раскручивать некому. Есть объект. Часть объекта есть? Часть объекта есть? Часть появляется. Полностью объект есть. Часть появляется только тогда, когда кто-то начинает резать. Потом? Нет. Объект состоит из всего. Из чего он состоит? Отрезали вы это или не отрезали? Вы можете рассматривать весь объект. Объект существует. Объект существует. Как непрерывное пространство? Как непрерывное пространство? Пожалуйста. Ни кернерезовое пространство? Пожалуйста. Да оно существует. Конечно. Значит этот синий колпачок существует. Вот. Он существует или нет? Вот как неоткрученный колпачок. Вот как единый объект. Вот эта не открученная часть пространства, вот эта протяженность одномерная это не открученная часть пространства. Какие Вас возражения? Когда Вы говорите площадь, то Вы этим ограничиваете. Площадь это не открученная часть пространства. Неотделяемая. Нет. Проблемы естественные есть. Опять, у нас проблемы в терминологии. Проблемы в терминологии. Если мы выразили свойства и эти свойства, а потом вы начинаете оперировать с этими свойствами и говорите, у меня вот это есть, вот эта часть есть. И вы начинаете делать операции. Операции некому делать. Вы начинаете высекать площадь. Это операция. Вы путаете операцию и результаты этой операции. Нет, я не путаю. Когда вы произвели операцию над пространством, тогда вы получили площадь какую-то, тогда вы получили выбор. Выбор? Да. Это операция. Но объект сам, площадь, сам отпустил. Вы согласитесь, в непрерывном пространстве, во всем многообразии, объект реален. Значит, это реален любая его составляющая, в том числе и площадь. А составляющая появляется у него, тогда, когда кто-то объект со всеми учащимися. Я предлагаю... На это можно закончить. Вот этот раздел оставить на воззрение телезрителей. Кто прав? В данный момент мы пожмем друг другу руки по этому вопросу. И мы в мнениях не сошлись. Я и до сих пор сейчас утверждаю, и я не получил ни одного факта, который бы сказали, что у объекта изначально до субъекта, до человека была протяженность. Я пока этого не получил. Вы не захотели этого получать, вы это не увидели, не захотели воспринимать. А информация... Это ваше мнение. Мы высказали свое мнение. Люди, дальше. Теперь, соответственно, вопрос... У нас там есть еще запись. Соответственно, вопрос следующий. Будем ли мы рассматривать... Будем ли мы рассматривать... А сюда сразу уложится вопрос следующий. Когда мы говорим о конечности и бесконечности пространства, то, соответственно, мы, на мой взгляд, сейчас не придем ни к какому выводу, почему. Потому что... Если у вас нет инструмента протяженности, то вы не сможете в этой теме работать. У меня инструмент протяженности... У меня, как у субъекта, он есть. Если будем мы с вами рассуждать с точки зрения субъекта, узнающего протяженность, это одно. А если будем идеализировать просто объект и говорить, что есть бесконечная протяженность, просто без никого и без никем, то в этом случае это другое. Есть... В этом случае это не является предметом спора, почему. Потому что я не могу сказать, и вы не можете сказать, есть оно или не есть. Пардон, тут вопрос такой же. Нужно не признавать очевидные факты. Вот я переместил фломастер. Я продемонстрировал протяженность. Опять ситуация... Субъект переместил фломастер. В нашем времени, уже после вас, переместил фломастер. Он экспериментально вам продемонстрировал протяженность, пространство. Одномерное. Однозначно. Кто же об этом спорит? Могу трехмерную протяженность. Субъект протемонстрировал, все что угодно. То есть, экспериментально доказано в рамках наших научных методов, что пространство имеет протяженность. Оно имеет одномерную протяженность. Однозначно. Мы измеряем протяженность. Это конкретно способность физически зафиксировано. Дальше вы можете это отрицать. Не отрицать. Это наше описание. Чего? Реального объекта. Реального мира. Реального объекта пространства. Конечно, реально. Это наше описание. Реальный объект имеет протяженность. Вот. Имеет протяженность. До того, как я его начал мерить, мы опять возвращаемся к тому же самому. Мы сейчас тогда это оставим на суд публики. Пусть публика... Значит, сейчас ситуация следующая. Следующий вопрос. Камень мог летать вместо моей ручки до появления субъекта. Следующий вопрос. Будем с вами сейчас рассматривать вопрос времени. В рамках свойств пространства. Пространства нет такого смысла времени. И, собственно, зачем рассматривать сейчас время, если у нас разногласия по пространству. Каким образом? Хорошо. Вопрос другой. Информация. Информация тема отдельного разговора. Продолжение следует...